Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. На сайте Кроны указано, что эта компания занимается оказанием бухгалтерских услуг на аутсорсинге. Программа Экономика. Бюджет стал больше компенсировать кировчанам расходы на ЖКХ. В первом полугодии выросло число получателей субсидий, а также суммы, которые приходятся на одну семью. На них можно претендовать, если оплата коммунальных услуг превышает 22% семейного дохода. За первые полугодия, по данным Кировстата, выплаты из бюджета получали 35 тысяч кировских семей. По сравнению с первым полугодием 2020 года их стало больше на 2000. В среднем на одну семью приходится в месяц 2000 рублей на 60 рублей больше, чем год назад. Максимальная цифра в Зуевском районе – 2300, минимум в Немском чуть больше 600. В Кирове средняя сумма субсидий – 2167 рублей. Экономика. На 101 ФМ. Кировскому бизнесу можно не подавать декларации по двум налогам. С 2021 года отменили обязанность организации сдавать отчетность по транспортному и земельному налогам. В Кировской области это 12,5 тысяч деклараций. Вместо этого теперь налоговые направляют плательщикам сообщения о суммах к уплате. Они основаны на информации об объектах налогообложения и их владельцах, полученной от МВД, Минпромторга, МЧС, Росрегистра, Росавиации и других ведомств. Если организация с суммами не согласна, она может в течение 10 дней представить в налоговый орган пояснение, подтверждающий документы. Ответ поступит в течение месяца. А с 2023 года, то есть периода 2022, планируется отменить декларации по налогу на недвижимость организаций. Экономика. Завершение о курсах валют. Официальный доллар сегодня 73,19, евро стоит 86 рублей 39 копеек. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.